Итак, всем привет! Здравствуйте! С вами я, Сталкер Баннерщик. Это игра Сталкер Онлайн, это МСК Сервер. И теперь настало время для очередного лайфхака. Он в основном будет для новичков, потому что часто новички меня спрашивают, как, что и почему. Как хранить артефакты? Куда их класть? Как их продавать? В чем их продавать? В чем их хранить? В общем, сегодня будет лайфхак о контейнерах, о стабрастворах и о том, как продавать артефакты на доске. Ну, скажу сразу, что этот лайфхак будет интересен только для новичков, для тех, кто начал недавно играть, для опытных сталкеров. Тут не будет ничего интересного, они и так все прекрасно знают. Ну что, поехали! У всех бывает, в основном у новичков, вот вышел в ходку, альфа-артефакты, бета-артефакты, а потом бац, и попадается какой-то хороший артефакт. И как же его хранить, чтобы не потерять, чтобы не кончился заряд? Для этого нам нужен контейнер. Контейнер, и чтобы заправить контейнер, нужен стабраствор. Для начала прибегаем сюда, вот на эту базу ученых, она находится в квадрате, сейчас увеличим карту, в квадрате М11.4, тут вот, в самом углу, недалеко от гурмана, недалеко от вокзала, вот тут, в общем, можно сказать, рядом. Итак, мы покупаем сначала у ученых инструкции. Инструкция по сборке малого контейнера для артефактов и рецепт нестабильного раствора. Стоят они недорого для новичка, в принципе, это нормально, 7000, 7152 рубля за два рецепта. В общем, покупаем, изучаем, и у нас есть рецепты. Давайте откроем их. По сборке малого контейнера для артефактов. Я именно взял малый, потому что будем отталкиваться от того, что новичок носит артефакты не в контейнерах, у него просто на них нет денег, а носит их так, в рюкзаке. А вот если он найдет хороший артефакт, к примеру, какой-нибудь Дельта, да, он его может найти даже в окрестностях Любича, куда положить? Правильно, в контейнер, в котором потом мы и продадим этот артефакт. Итак, мы изучили инструкцию по сборке малого контейнера, и мы изучили рецепт нестабильного раствора. Итак, теперь нам нужно собрать ингредиенты для этих растворов, для этих контейнеров. У меня, конечно, все это собрано, поэтому я бегу сейчас на Гурман, и там продолжим. Итак, я подбежал к вокзалу, я немножко изменил свои планы, изначально хотел сбегать на Гурман, но у меня хранятся ингредиенты на разных локациях. На Гурмане у меня хранятся одни, на вокзале другие, кому как удобнее. Для начала я решил собрать контейнер для артефактов. Для этого я прибежал на вокзал, потому что все части у меня хранятся здесь. Давайте посмотрим, что для этого нужно, чтобы собрать контейнер для артефактов. Итак, открываем создание предметов. Инструкция по сборке малого контейнера для артефактов. Нам нужно радиодетали 4 штуки, брезент 1 штука, солевая батарея 9 вольт 8 штук, граненый стакан 1 штука, пустая банка из-под краски 1 штука, ацетон 1 штука и изолента 1 штука. Плюс еще модификация должна быть 15. Давайте откроем, посмотрим. Это поддержка. Модификация у меня 28, то есть по умолчанию все по десятке идут 15, то есть 5 вкачиваешь и все. Не так уж и много нужно. Ну давайте, радиодетали, брезент, стакан, пустая банка из-под краски, ацетон и ленту можно найти в хламе. Тут очень много хлама, что здесь на локации Хлюбич, что на окрестностях Хлюбича, прям сразу за городом. Много домов, там много хлама. Весь этот хлам можно собрать здесь или на окрестностях Хлюбича. То есть это бесплатно, это, ну как повезет, бывает сразу найдешь, бывает не сразу, но для новичка это оптимальный вариант. Покупать ничего не нужно, все можно собрать. Итак, мы собрали все, что нам нужно. Так, давайте откроем вокзального кладовщика. Детали возьмем батарейки, стакан, пустую банку, изоленту, брезент и ацетон. Итак, я собрал все компоненты, откроем окно. И все, скидываем туда. Если больше компонентов, это не важно, главное, чтобы их было не меньше. Ну вот, все компоненты мы закинули, нажимаем применить. Все, пошел процесс, как вы видите. Я машу руками в воздухе, типа колдую. Процесс идет. Создание предмета, да, процесс занимает какое-то время. Но это 100%, то есть не 90, не 80, а 100%. То есть в итоге вы создадите этот предмет. Как вы видите, я его создал уже. И у меня есть пустой контейнер для артефактов. Этот контейнер нельзя потерять в случае смерти. Он под один артефакт и пять открытий, пять закрытий. То есть у вас есть первый контейнер. Это очень хорошо. Давайте скинем все, что нам пока не нужно, то есть изоленту. У меня тут, как вы видите, два контейнера. Я до этого себе тоже один скрафтил. Ну, я тоже пользуюсь такими контейнерами. Итак, теперь нам нужен нестабильный раствор. Все ингредиенты для нестабильного раствора у меня лежат на гурмане. Где их найти, я тоже расскажу. Ну, побежали на гурман. Побежали. Итак, я прибежал на гурман. Сейчас заглянем к кладовщику и посмотрим, что у меня там есть интересного. Так, 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 так. Столько сегодня сталкеров. А, откроем кладовку. Откроем создание предметов, чтобы видеть, что нам нужно. Итак, контейнер мы создали. Один нам не нужен, выкинем, ну, выкинем. Положу я к себе его. Давайте посмотрим рецепт нестабильного раствора. Что для этого нам нужно? Соцветия валерьяны. Одна штука. У меня есть, у меня есть 90. Ну, я собираю понемножку. Таблетки аспирина. Одна штука. Так, у меня пока 11. Спирт. Одна штука. Десять. Ну, я кладу сразу все, что у меня есть. Для меня это не важно. Таблетки крион. Одна штука нужна. Так, а вот таблеток криона у меня, кажется, нет. Да, печально. Так, гриб бледная поганка. Одна штука. Гриб у меня есть. Пустая бутылка. Одна штука. Так, пустая бутылка у меня где-то была. Ой-ой-ой. Пустые бутылки у меня кончились. Печально. Корень аира. Две штуки. Корень аира у меня пока один. Мох с флагнум. Три штуки. У меня их 56. И мазь акцинка. Одна штука. У меня их три. И для этого нужно требование навыки Медицина 10. Медицина 10, она по умолчанию у всех 10 идет. Потому что поддержка начинается с 10, Медицина 10. То есть даже ничего прокачивать не нужно. Итак, чтобы скрафтить стаб раствор, нам нужно нехилое количество ингредиентов, если честно. Но все эти ингредиенты можно найти на одной локации. Так, давайте откроем еще раз. Соцветия валерьяны. Бледную поганку. Потом мок с флагнум. Можно найти на локации аэропорт. Там их полно. Побегайте, посмотрите. Я больше чем уверен, вы там найдете. Подскажу один секретик. Соцветия валерьяны. Часто респается около домика. Домик у нас находится... Давайте откроем локацию аэропорт. Домик у нас находится в квадрате. В6. Вот здесь. Все его прекрасно знают. И там рядом с домиком есть такое небольшое поле, где бегают крысы. Там постоянно соцветия валерьяна респается. То есть найти его вообще не проблема. Ну давайте дальше по порядку. Таблетки аспирин. Их можно обменять. Но они стоят очень недорого. Их можно с доски купить. Они буквально копейки стоят. Спирт. Также можно купить у бармена. Продается без проблем. Таблетки крион тоже стоят недорого. Можно найти дешевые. И купить их на доске. Потому что для новичка их собирать, крафтить это все-таки дольше займет, чем купить их. Гриб Бледная Паганка вводится также на локации аэропорта. Редко, но можно найти там. Пустую бутылку можно найти в хламе. Их полно. Корень Аира мы можем найти. Также на окрестностях Любича. Вот болото. И вот примерно рядом с базой. Вот где-то в этих местах. Можно лазить с одного берега и с другого. И найти корень Аира не вопрос. Сложно, но можно. Мокс Фагнум также респается на локации аэропорт. Там его полно. Ну, мазь от акций цинка можно купить. На доске просто купить проще. Будет даже для новичка, чем ее крафтить. Итак, будем считать, что мы все это собрали. У меня, конечно, сейчас всего этого нет. Надо подсобирать тоже. Но я не буду все это собирать. Потому что у меня есть уже готовые растворы. После того, как вы скрафтили этот раствор, он получается не кипячен. Его нужно скипятить. То есть идете, разводите костер, как обычно. Кидаете туда раствор и кипятите. Единственный момент, нужно кипятить раствор только в том случае, когда мало сталкеров. Если их много бегает, лучше уйти куда-нибудь подальше. Потому что сталкеры не могут его достать с костра. Но они могут его увидеть. И могут увидеть, что вы тут рядом третесь и кипятите раствор. А раствор на минутку стоит 140 тысяч. То есть, когда вы будете возвращаться с раствором, вас в легкую могут просто грохнуть. Поэтому будьте аккуратны. Итак, будем считать, что мы 100 раствор скрафтили. Заправляем наш контейнер. Всего лишь 5 использований. А 100 раствор 50 на 50 получает. Тот 100 раствор, который будете крафтить сами. Он будет 50 на 50. То есть 50 использований. То есть вы 10 раз сможете заправить свой одноразовый контейнер. Вообще просто красота. Итак, ну, так как у меня контейнера 2, давайте я заправлю второй контейнер. Все ингредиенты я скину. Немножко мне не хватает. Подсобираем, это не проблема. Итак, я заправлю второй контейнер. Пусть будет. Но мне второй контейнер не нужен. Я его беру. Итак. Вы добыли все ингредиенты для 100 раствора. Скрафтили, вскипятили. У вас есть 100 раствор. Вы собрали свой первый контейнер одноразовый. Ну, я его так называю, потому что он для одного артефакта. Вы его заправили. Ну что, настало время найти артефакт. Вы можете полазить в окрестностях Любича и найти очень хороший артефакт. Тот же гамма или тот же дельта артефакт уже хорошие деньги. Теперь как же нам его продать? Можно продать его, конечно, обычному НПСнику, который сидит здесь, вот, с кубка Хабара. Но это будет дешево. Можно продать его с доски. Но с доски все-таки тоже как-то сложновато продавать. Давайте мы его попробуем продать в контейнере. Да, конечно, есть еще вариант продать с рук, но... С рук все равно пытаются купить дешевле, и с доски можно продать дороже. Давайте извлекем артефакт щит альфа. У меня есть щит альфа. В принципе, неплохой артефактик. Я его помещу в контейнер одноразовый. Все. Теперь я его не потеряю. У меня не кончится заряд артефакта. И я могу свободно продать вместе с контейнером его на доске. Но для начала нужно пойти посмотреть, сколько же стоит щит альфа сейчас. Так же и наберем щит обновить. Щит альфа. Вот смотрите. Два свежих щита альфа у охотника-кладовщика на минутку. Это далеко отсюда. Да, они свежие, как вы видите. Заряд еще есть. Продается по стольнику. Щиты бета по 20, по 30. Ну, они, смотрите, все заряды кончились. Ну, вот кто-то щит бета продает за 50. Не знаю, почему такая разница цен. Ну, будем ориентироваться на две цены. То есть на стольник. Давайте еще посмотрим, сколько стоят артефакты в контейнерах. Не все же так продают арты. Многие продают в контейнерах. Поэтому набираем, допустим, кон, контейнер. Сначала идут большие контейнеры, потом идут уже контейнеры маленькие. Сейчас мы пролистнем. Ну, вот контейнеры для хранения артефактов. То есть, так же сталкеры продают. Ну, вот, смотрите, контейнер с артефактом. Тоже щит. Какой щит? Ну, да, тут щит дельта. Щит дельта. Это, конечно, круто. Ну, вот, вполне возможно, вы найдете щит дельта. И как вам его продать? Вот вы выкладываете в контейнере за 600 тысяч. Нехило тогда. А хорошие артефакты так и нужно продавать. Давайте посмотрим. Вот, за 140 продают. Щит бета. Ну, как вы видели, щит бета какие-то дешевые они. За 140. Давайте посмотрим еще щиты. То есть, перед продажей нужно посмотреть вообще ассортимент на доске. Кто что продает. Вот, смотрите, щит альфа. О. А щит альфа продает за 250 тысяч. Получается, щит альфа дороже, чем бета. А вот, смотрите, еще один щит. Давайте посмотрим. О, щит гамма. Ну, да. Итак, я немножко прикинул цены. То есть, даже не знаю, по какой цене его выставить. Щит бета дешевле, чем щит альфа. Ну, можно выставить среднюю цену такую. Где этот артефакт? Сейчас я его найду. Так, пойти по 140. А кто-то тот дороже продавал. Вот, за 250. Щит альфа. Хорошо. Я его продам за 150, плюс накину цену за контейнер. Контейнер где-то около 30-ника стоит в среднем. Давайте я выставлю на продажу его за 200. Да, почему бы нет. То есть, я выставляю на продажу за 200. Контейнер с артефактом щит А. За 200 тысяч, будем надеяться, его купят. Вот и все. Контейнер, конечно, вы потеряете, но всегда сможете скрафтить новый. Зато тот, кто его купит, он сможет его и переносить, и хранить, и вытащить в любой момент. Ну что, на этом все. Будем надеяться, что для новичков это было полезно. Ну, всем, как обычно, удачи в зоне. Всем пока. С вами был я, сталкер Баннерщик.